Здравствуйте! По предварительной информации полиции, автомобиль марки «Фольксваген», за рулём которого находился 31-летний водитель, врезался в машину «БМВ», затем влетел в электрический столб, после чего врезался в третий автомобиль «Тойоту». Водитель «Фольксвагена» скончался на месте. Водители остальных двух автомобилей не пострадали. Они считают, что причиной аварии стал опасный манёвр. Машина на большой скорости пошла на обгон, хотя видимость из-за тумана была плохой. Внимание водителей! На дорогах страны образовалась гололедица. Участникам дорожного движения рекомендуется не отправляться в дальний путь, если автомобили не оборудованы зимними шинами, а также соблюдать скоростной режим. На основных трассах установлены 40 видеокамер, обеспечивающих мониторинг состояния дорог в режиме реального времени. Министерство экономики и инфраструктуры сообщает, что на дорогах образовался гололед. Речь идёт о трассах Кишинёв-Аргеев-Сороки-Атаки, Кишинёв-Одесса, Кишинёв-Унгены-Скулены, Кишинёв-Леушены, Кишинёв-Дубосары, Кишинёв-Бендеры, Новые-Анены-Каушаны, Резина-Аргеев, Атаки-Единцы, Бельцы-Фалешты-Скуляны и Бельцы-Саратены. Службы проводят патрулирование трассы и борются с образованием гололёда. В течение ночи 106 машин распределило более 1600 тонн противоскользящего материала. К работе привлечено около 200 рабочих. Водителям рекомендуют увеличить расстояние между автомобилями, избегать опасных манёвров, проверять тормоза, оснастить автомобиль зимними шинами, цепями, лопатами, скребком и песком. Пешеходов призывают переходить дорогу только в положенных местах. Напоминаем, что в зимний период оперативная служба Государственной администрации автомобильных дорог работает в круглосуточном режиме. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни похолодает. Ночью термометры покажут до минус 9 градусов на севере, днём будет до плюс 2 градусов на юге. Местами пойдёт снег. Служба гражданской защиты чрезвычайных ситуаций Молдовы предупреждает, что выходить на лёд водоёмов небезопасно. В целях предотвращения гибели людей на реках и озёрах проведён комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения. Спасатели предупреждают граждан, что лёд на поверхности водоёмов очень тонок. Поэтому малейшее его повреждение ставит под угрозу здоровье и жизнь людей. В связи с этим генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает население, в особенности родителей и любителей зимней рыбалки, об опасности выхода на лёд. Также запрещается катание на коньках и санках на поверхности водоёмов. Продолжение следует... Как свидетельствует статистика, в 2018 году четверо человек погибли, провалившись под лёд. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание, а температура воздуха опустится до минус 9 градусов. 6 385. Ровно столько граждан Молдовы, живущих в Приднестровье и за границей, заявили о намерении голосовать на предстоящих парламентских выборах. Это заявки, поданные до конца прошлого года, сообщила Центральная избирательная комиссия. ЦИК уточняет, зарегистрироваться можно до 9 января, то есть за 45 дней до выборов. Чтобы иметь возможность голосовать на выборах и республиканском референдуме, необходимо заполнить формуляр онлайн-регистрации на сайте Центра избиркома. Регистрация возможна и в бумажном варианте. Для этого необходимо подать заявление в Центральную избирательную комиссию или в дипломатические консульские учреждения Молдовы за границей. Эти данные учтут для определения стран и населённых пунктов, где будут открыты избирательные участки, а граждан, которые прошли регистрацию, проинформируют о местах для голосования. Другими словами, без предварительной регистрации в той или иной стране может быть открыто меньше избирательных участков, чем необходимо, и выделено недостаточное количество бюллетеней для голосования. Начиная с 1 января этого года, граждане Молдовы, постоянно проживающие за рубежом, смогут получать молдавские пенсии по возрасту. Накануне вступили в силу соответствующие поправки к закону о пенсиях. Чтобы избежать двойной выплаты пенсии, от получателя потребуется раз в год подтверждать, что он жив. Для этого необходимо заполнять специальный сертификат в дипломатической миссии или консульстве Молдовы на территории той страны, где он проживает, или в территориальном подразделении Национальной кассы страхования. Если документ не будет представлен вовремя, то выплаты приостанавливаются. Если же получатель после этого предъявит сертификат, то деньги вновь начнут поступать на его счёт с того периода, когда произошла приостановка. Изменения инициированы решением Конституционного суда, который в мае прошлого года постановил, что необходимость проживать на территории Молдовы для получения пенсии неконституционна. Следовательно, закон о государственной пенсионной системе необходимо изменить для обеспечения права на пенсию всем гражданам Молдовы, независимо от места их проживания. Так, с 1 января все пенсионеры смогут получать пенсии из Молдавского фонда соцстрахования. Разумеется, если они сами этого захотят. В Молдове подорожали табачные изделия. С 1 января минимальная розничная цена сигарет с фильтром увеличена с 21 до 25 леев за пачку, а сигарет без фильтра с 14 до 19 леев. Минимальная ценовая планка повышена на весь год, говорится в законе о госбюджете. Продажа сигарет по ценам ниже установленных грозит штрафом в размере 50% от стоимости товара, но не менее 1000 леев. Увеличить акциз на сигареты – предложение Всемирного банка. Там отметили, что повышение цен на табачные изделия может увеличить доходы бюджета и уменьшить число курильщиков. Так, за прошлогоднее повышение акцизов снизилось потребление сигарет в Молдове на 10%, то есть на 600 миллионов штук за год. Были внимательны и выиграли. Победители конкурса, организованного телеканалом Архей ТВ, получили первые выигрыши. Наши постоянные телезрители поделились своими эмоциями, признались, какие телешоу и сериалы им полюбились и посоветовали всем принять участие в розыгрыше призов. Несмотря на то, что Архей ТВ – канал молодой, нам удалось завоевать сердца людей во всей стране. Мы выяснили, что в Неспаренах нас смотрят много телезрителей, а в Новых Аненах большинство перестали смотреть телесериалы на других каналах для того, чтобы смотреть Архей ТВ. Смотрела Архей ТВ фильм «Ты моя родина» и увидела розыгрыш, а решила испытать удачу. Душевный разговор с Жасмин нравится. Ещё хорошо, что нам примар рассказывает о том, что сделал и что хочет сделать. Это мне очень нравится. Важно быть в курсе всего, что происходит в городе, какие есть изменения. Мне интересно и всё больше затягивает. Мне очень нравится. Даже я бросилась смотреть на канал, это драгость и инфинит, если знаете. Я бросилась, смотрю, уже смотрю, это всё интереснее, как-никак, как я более знаменитый. Я из Аргеевского района, из Погребен. Я недавно открыла для себя Архей ТВ, и мне очень понравился канал. Сейчас я живу в Неспаренах, и когда увидела, что есть Архей ТВ, стараюсь теперь почаще смотреть. Архей ТВ смотрят многие в Неспаренах. Мы будем советовать другим смотреть этот канал. Архей ТВ разыгрывает призы – 17 тысяч леев в неделю. А самый везучий телезритель получит возможность выиграть автомобиль «Фольксваген Поло». Условия таковы. В будние дни каждые полчаса с 18.30 до 20.00 на экране появляется четырёхзначный код. Его необходимо отправить на короткий номер, который также будет на экране. А по воскресеньям с 16.00 каждые полчаса на экранах появляется одна цифра. Соберите из них шестизначный код и получите приз в размере 5000 леев. 13 января 2019 года будет разыгран главный приз автомобиля «Фольксваген Поло». В розыгрыше примут участие все, кто отправлял правильные коды в течение всей акции. Ознакомиться с правилами можно также на нашем сайте архейтв.мд. Удивительные зимние каникулы устроили для тех, кто выиграл авиабилеты в лотерее, организованной Центром представительства и поддержки соотечественников Болонии. Помимо возможности отпраздновать Новый год в кругу родных и близких, победителям подарили прогулку по Аргееву, самому красивому городу Молдовы. Кульминацией экскурсии стал визит в Архейленд на великолепную рождественскую ярмарку. «Теплый прием соотечественникам устроили в примарии Аргеева и самым большом культурно-развлекательном парке Молдовы Архейленде. Гостей встречали хлебом с солью». «Мы очень рады, что нам представилась такая возможность вернуться домой. Мы впервые в Аргееве. Город нас очень впечатлил. Везде чисто, улицы на европейский манер». «Город очень ухоженный, приятно гулять по улицам, везде чисто, чище, чем в некоторых городах Италии». «Это похоже очень… там рядом в Турине есть огромный парк, и он очень знаковый». «Приехала посмотреть Аргеев, выиграв в лотерее. Раньше я здесь не бывала, но очень хотела увидеть этот город. Все говорят, что он очень красивый, с освещенными чистыми улицами, новыми детскими площадками. Он и вправду красивый, он супер. Архейленд тоже невероятно красив. Замечательно, что для детей из Аргеева или тех, кто приезжает сюда в гости, устроено это самое лучшее развлечение в Молдове». После экскурсии по Аргееву и Архейленду для вернувшихся в страну соотечественников организовали праздничный стол. Напомним, в этом году впервые Центр представительства и поддержки соотечественников в Болонье предоставил уникальную возможность побывать дома гражданам Молдовы, находящимся в Италии. 500 человек выиграли билеты на перелет в Молдову и обратно. Так люди получили возможность провести зимние каникулы дома, в кругу семьи. Эта акция стала частью программы по поддержке жителей Молдовы, возвращающихся на родину. Массу полезных занятий и развлечений во внеурочное время, а также на каникулах, предлагает Центр юных техников Аргеева. Сейчас досуг здесь проводит около 600 девчонок и мальчишек разных возрастов. Для них работают более десятка кружков. О работе Центра и его воспитанниках расскажет наша коллега Елена Веговская. С неподдельным удовольствием и недюжим старанием Кателин изготавливает диски для лущильника. Для полного завершения модели трактора не хватает только этой детали. Совсем скоро макет будет полностью готов, но уже сейчас юный техник с удовольствием демонстрирует свою работу. Рассказывает, из чего состоит спецмашина, чем уникально и как работает. Эти знания Кателин получил здесь, в Центре юных техников Аргеева. Кружок моделирования мальчик посещает уже 4 года. Они сделаны из металла и пластмассы. Когда их установят, они будут крутиться, разбивать груды земли, после чего земля становится мягкой. Мне нравится эта модель. Нравится, что трактор большой и у него много функций. Как правильно изготавливать детали и собирать их воедино, знает руководитель кружка. Анатолий Цибуляк воспитал в этих стенах не одно поколение мальчишек, которые, приходя в кружок моделирования, уже определялись в будущей профессии. А таких за годы преподавания Анатолия около 40 человек. Сегодня они работают в МЧС, агрокультурном секторе, вооружённых силах и не только. Ребята отсюда выходят уже, которые имеют такой маленький путь в профессию. Мать, они уже выбирают. Эта школа даёт такие результаты, которые являются фундаментом для определения будущих профессий. Кроме кружка технического моделирования, в Центре ещё 12 секций. Помимо рукоделия, которым занимаются в основном девочки, детей учат мастерить игрушки из дерева. Для этого с помощью трафарета на дерево переносится рисунок, который потом мальчишки вырезают, шлифуют и красят. После всех манипуляций получаются вот такие забавные фигурки. Кстати, попадаются довольно практичные экземпляры. Например, вот эта лошадь. Мастерят также корабли и самолёты, что немаловажно, мальчиков учат работать с инструментами и станками. Большинство кружков посещают мальчики. Это дизайн, моделирование. Это производит впечатление на маленьких детей от 5 лет. И на мальчиков, и на девочек. В большинстве кружков по дизайну девочки. Там обучают конструированию и пошиву одежды. Дети получают первые навыки в живописи. Им это нравится, потому что мы работаем с разными материалами. Стеклом, картоном, деревом. С готовыми работами дети участвуют в конкурсах и выставках. Занимают призовые места. Было и так. На одной из выставок сельскохозяйственной техники, где ребята выставляли свои мини-версии тракторов, один из экспонатов у них купили. Центр юных техников работает ежедневно по будням. С часу дня до пяти вечера после занятий в школе сюда приходят около 600 детей. По словам директора, это хороший способ занять подрастающее поколение. Ведь здесь дети не только под присмотром взрослых, но и постоянно учатся чему-то новому. Что зачастую помогает найти занятия всей своей жизни. Захватывающая новинка на телеканале Археи ТВ. Наш эфир пополнит популярный английский сериал «Фортитюд», который называют вторым твинпиксом или лучшим детективом 2015 года. Не пропустите с понедельника по пятницу в 21.00. Очередное убийство в сонном городке. На этот раз на краю Арктики. Детектив Мортон прибывает в полярный город «Фортитюд», чтобы расследовать волну загадочных преступлений в живописном и некогда тихом местечке. Но он сталкивается с новыми неразрешимыми загадками. Отдельных слов заслуживает операторская работа. Действие происходит в красивейших заснеженных местах. А создатели «Фортитюда» сумели найти замечательные пейзажи. Они удивят даже тех, кто привык видеть не только молдавские зимы. Отметимую подборку актерского состава. Звезды Ричард Дормер и Люк Тредевой не подвели. В итоге «Фортитюд» стал одним из лучших сериалов в жанре полярного хоррора с удивительным сочетанием ужаса, драмы и настоящего накала страстей. Это были все новости этого часа. В студии была Анна Симакони. Всего хорошего и до свидания.